Сейчас будет замешиваться общим весом на 16 килограмм замес один. Дмитрий Жуков почти три с половиной месяца печет хлеб. Он у него необычный, с трезубцем на румяной корочке. Готовит его по собственной технологии. Искал свой рецепт с первых дней войны. Я после каждого раза, когда что-то шло не так, записывал, делал свои пометки. И где-то через недельку уже более-менее нормально, адекватно выходило. Я смотрел разные способы лепки, чтобы лепить, формировать. До войны он работал в кафе. Сначала полномасштабное вторжение России в Украину. Владелица заведения решила помогать людям. Готовить бесплатные обеды для жителей тех районов, которые сильно обстреливают. Дима согласился. Параллельно с обедами стал выпекать хлеб. Примерно в 9 часов вечера я начинал печь хлеб. Около 5 часов утра я заканчивал и начинал готовить обеды. Поначалу я работал от 12 до 13 часов. Он работал ночью, потому что утром за хлебом приезжали военнослужащие, полицейские, гражданские из разных районов города. Просыпался в 3 часа, месил тесты и старался не обращать внимания на звуки взрывов. В полуподвальном помещении маленькой пекарни их было слышно практически постоянно. Выстрелы были очень сильные и я включал музыку, чтобы как-нибудь приглушить. С самого начала войны только центр именно бомбили или героев труда. И это было очень сильно слышно. Ты там печешь, оно может что-то очень сильно взорваться, окна могут затруситься. Домой решил не уходить. На это не было времени, да и передвигаться по городу опасно. Обосновался в небольшой комнатке в подвале. Все необходимое для жизни принесли волонтеры. Спартанское существование ничуть не смущало. В начале войны хотел пойти в Тероборону, но ему сказали, что он нужен здесь. Бывала вот такая штука, она идет двух слоев, потом идет плед, еще один плед. Его хлеб пришелся по вкусу всем, приезжают за ним ежедневно. Дима печет от 150 до 300 буханок в день. Приезжаем с самых первых дней войны. Хлеб очень вкусный, ребятам всем очень нравится. И большое спасибо Диме. Молодой человек уже решил, что если война затянется, его обеды и хлеб не будут нужны, он пойдет защищать свой город и страну с оружием в руках. Надежда Сухорукова, Андрей Домовой из Харькова. Специально для информационного марафона Freedom телеканала Юэй. Субтитры создавал DimaTorzok